так раскатка александр банный будет ближе до александр банна выигрывает и его решение на суде потому что он пошел на свой стульчик судя по всему отдает разгон то будет разбивать женя курта у нас номер один белорусского рейтинга наряду с олегом речица который может быть сейчас тоже номер один ну а такие два спортсмена которые постоянно делят первую строчку то один то второй взбирается на самый верх нет у них конкуренции может быть поэтому под закис несколько белорусский бильярд не помешало это своеобразное исполнение белорусского же судьи юрия черванева евгению курт я очень хорошо знакомую оба этих бильярдисты в клубе пирамиды постоянно как не зайду и курт и черванев и также костюковец о котором я уже говорил и салтовский который за моей спиной играет проще как будто снова очутился в клубе пирамиды в городе минске это аплодисменты и смех зале не мешают вновь евгению полностью он включился в игру и отключился от окружающих обстоятельств внешние факторы на него никак не действует похоже хотя потом наверное и пожалуется может быть а тут за столом номер шесть пока дебют матча на телевизионном столе вот на столе под номером шесть центр поломать сражается с арменом габриеля нам счет 3 1 впереди украинец и сейчас какой-то очередной фокус он остался за пределами нашего с антоном внимание выкинул то так что добрая половина зала спорта ему аплодировала но он это вы стали вы прекрасно видели отличный подбой после свояка пирамида разлетелась просто в хлам продолжение чужим середину с накатиком можно было и поближе сильновато чуть-чуть прокатил чуть-чуть сильно вместе с переводом этим пока что все простые шары собирают евгений помог ему в этом конечно же результативный качественный подбой как гвоздь просто ну надо отметить что автовых это были явно совершенно за евгения когда на твоей стороне автовых это нужно только кладка да нужно включить режим авто входа не заставил себя долго ждать теперь наверное александр банн и несколько сожалеет что отдал разбой сопернику потому что тут же получил партия и если сейчас ошибется вдруг получит снова одну ски не то что пиши пропала но кисловато будет выглядеть его лицо поэтому тоже диана миронова говорит что я такой смысл отдавать не разбуду что если я промахнусь это промахнулась я а если даже не будет шанс подойти к столу то как если буду после того чувствует и она во многом права несмотря на свой юный возраст сейчас при нынешних столах при нынешних размерах луз это на трену на тренированности вкладки загран начального удара нет никакого смысла вообще оказываться вот активных действий в игру под названием свободная пирамиды сейчас даже не отказываюсь от активных действий игры с гораздо более так сказать медленным течением играя одним битком до но вы смотрел парочку не самую удобную поэтому еще раз отошел чуть подальше оценивает позицию проходит просто неудобно ставить руку поставить за шар очень близко будет поставишь перед шаром некомфортно чуть далековато рекомендуется делать короткий размах короткий же удар посмотрите ну и вене курточек наглядно не проиллюстрировал мои слова размахнулся так размахнулся контрами шкин салтовского с андреем ларионов салтовский славится тем что может допустить соперника на максимально близкую дистанцию это конечно же минус для спортсмена а у пола моря с габрилианом 41 и александр на серии равно как на серии и евгений курт и два приятеля даже наверно два друга которые много времени проводят вместе на турнирах не первый год конечно же знакомы и в принципе тут такая доброжелательная атмосфера во многом царит потому что большинство спортсмена в другую знают уже годами а ты сейчас про кого говорил про тоже добре нет и саша поломаря я больше скажу по моему еще года полтора назад габриеля на тренировал кута если память не изменяет но это наверное все таки исключено потому что армен габриэлян проживает в липецке да так она есть я клянусь можешь поможет уже не гастролировал у него чистенько такое бывает вообще не реально тренировал около полугода очень может брызов я специально подойду уточню уже не буду отрицать это весьма вероятно конечно же кстати закончился матч между александром поломарем и арманом габриэлян и закончился убедительной победы украинского дарования 51 несмотря на то что арман выиграл первую партию матча ну если мы пусть и мральну под 7 ты не 8 уж первая партия в матче за пяти побьют ни о чем я не кинул из островцев подойдите пожалуйста только главная судейская коллегия продолжается очень даже успешно и результативная серия жени это прям не остановить его буквально лишь бы сам не остановился пока не планирует ну что у нас переводом устный и письменный перевод любого языка на любой но вдоль короткого бурта получился очень даже неплохо если не очень неплохая позиция подрастрел да ну где-то мы с тобой сегодня это видели уже правда там сюда происходило гораздо быстрее да несколько побыстрее чуть более сыгранно действовал юрий пащинский евгений курта не менее главных на результативно до сценари одинаково те же шарики вид сбоку это так 20 первые две партии за евгением курт и не хотел я предсказывать не в пользу александра банного сангра связи 2 партии саша сейчас сидит такой грустный грустный понимаешь что а что ему я подошел к столу два раза первый раз при раскатке которую кстати выиграл и второе со второй партии когда мне нужно было разбивать очередь была моя я бы и не подходил не это тот еще стрелянный воробей да и вот так должен может включиться с ним его не не испугаешь двумя партиями ския подряд конечно вы даже 5 не успугай он уйдет не напуганный но проигравший грустный грустный но не напуганный между прочим андрей фрейз это повис прям совсем повис на грани вылета из турнира всех у нога из видео 4 3 и это так надо и воспринимать слова повысили миссина нет ведь прошлогодний победитель действительно андрей сейчас не самый лучший своей форме позавчера я наблюдал его матч александром поломарем санкт-петербурге это когда на великолепной восьмерки тогда я все списал на то что ну совсем ему не понравились шары там почему-то был не премьер армии а супер армии про такие тяжелые шары такими большими едва ли не больше самих шаров цифрами на них такое часто бывает привык играть одними шарами то другие шары которые чуть тяжелее на самом деле конечно же тебе даются не так легко это нормально и он не может быть ни одного свои к тогда я думаю может быть не то чтобы андрей не в форме просто но вот не прошло шарами в стол не попал что называется ну да и играя в нивку если не идет злояк то они все это не не идет ли что зачем приехал почему александр этом поломарка сначала тоже был далеко не безгрешен вот кстати 1 забитый заранного с почином можно поздравить но тут как играет андрей я понимаю что это проблема с формой похожи на шестом столе который показывает по-прежнему для вас сайт дуплет и сергей гилеевич сейчас вот скоро начнется матч между симуром мамедовым и ярославом торновецким там тоже наверняка будет интересное зрелище делайте ваш выбор но конечно же все матчи будут доступны сразу же после окончания их в записи все это у нас есть на сайте уже достаточное количество матчей накопилось смотреть не пересмотреть а наиболее интересное из них по очень специальному заказу могут быть доступны еще до начала даже юрий пачинский вроде как договорился но в итоге птица об ламинго думал что сразу сыграл финал нет нет он спросил не финал ли он вышел после этой победы ну кстати может быть мы будем хохотать с вами в воскресенье когда будем комментировать финал дорогие друзья если там будет юрий пачинский вот и вспомним когда его шутку причем такой сценарий развития событий вполне вполне невероятно у александра здесь стоят шары которые можно просто пока позабивать что называется набить руку да потому что долго он сидел без движения рекомендуется ведущими специалистами в области медицины и физиологии игроков бильярдистов первые два-три удары сделать что называется вот от души не задумываться о выходе чтобы просто вспомнить мышечной памяти те кондиции позволяющие забивать легко и непринужденно шары в луза со своими или же с чужими в зависимости от того что играешь делать задуманное ну пока саша везет позиция такого что можно собирать и собирать здесь поэтому сказал что несколько ударов можно делать просто не особо даже задумывался выхода а вот теперь ну а теперь можно почувствовать и не о чем я думал по своей тарелке на играет сам собой не соперником просто с шарами конечно щаски я просто получит партию евгения к этому собственно морально готов правильно ты дал две ну дай возможность соперника нести две ские и логично закончилась встречи между прочим андрея зарионова и евгения салтовского сейчас мы выясним кто победил ну прошел дальше но они играли верхнюю сетки поэтому молдавской делегации тоже наверно рановато вешать нос еще поиграет завтра андрей ларионов банный семь шаров объявляет рефери но не только должна быть поиграет сейчас я буду вас удивлять но и тезарь манаила поиграет тоже вот кстати тезарь манаила хорошо заходят и пожалуйста партия спия от александра банного да кстати молдаване еще способны дать бои все-таки может даже неплохо что встретился в первом же раунде виджай дрангуй его соотечественник прошел он вперед виджай дрангуй это серьезная сила не будем вспоминать отдельные турниры в котором в которых ему не удавались финалы но у нас не пошла игра тогда года сейчас тоже поначалу вроде не пошла и даже цезарю манаиле проиграл посмотрим два россиянина сейчас у нас за спиной за камерой главного вида а камера верхнего вида наблюдает сейчас за тем как выставляется пирамида сергеем прощенко александр банный находят свою излюбленную точку для битка дали на направо от себя на ударе смещает на уровень приблизительного шара который с краю в основании пирамиды находится и похоже отдает нам среднюю лузу дакать не смотрите что не доверяется будет очевидно свояк и продолжение может быть также после этого нет конечно же докатился двух мне не быть не может на участке сверху мы смотрим просто за картинка это все так же в интернете как вы порой лучше видно да поэтому с некоторым опозданием наблюдаем за этой картиной несколько секунд просим понять и простить с другой стороны вы тоже находитесь в такой интересной ситуации наблюдаете вместе с комментаторами одновременно трансляцию абсолютно живой эфир можете писать нам сообщение мы конечно же все читаем не все озвучиваем дмитрий райков и сергей тузов это именно те двое россиян о которых я говорил за столом номер 5 во дворце спорта волгограда любопытная ситуация уже около минуты не может решиться на атаку каким вот ну каким шаром под продолжение себя нахожу студии разве в день и мечами спортсмена напоминать ему что он объект режимный в девять часов вечера по-любому закроется хотя бы в девяти как определиться куда будем пить этого шара самом деле объекта может и режима меня тебя пашу удивлю в день приезда главный технический эксперт екп дмитрий микичук собирал здесь бильярдные столы до 8 утра позавчера мы приехали все делалось для того чтобы уже вчера в три часа дня спортсмены могли начать тренировку но как по-другому как я говорил не все комментарии мы озвучиваем но вам тоже привет я вот сейчас искренне не очень понимаю что же же не выхаживает при том что он ждал машинку все тогда претензии снимается на тихом ударе будет катить и ставить себе на легкое продолжение в ту же лузу но теперь упражнение за номером один скат чужих в одну лузу на одной половине стола хорошо что был легкий уголочек шар отбортнулся от короткого борта вернулся вновь на расстрельную позицию да но мне показал что там мог быть скат но нет евгений ведь как выбрал но теперь за . нас катали теперь то речь может идти даже освоите вот насколько нет скота на ударе есть но нужно делать а он просто просто на верочку кладет его совершенно не задумываясь о том что по траектории чужие сбивает принципе без того неплохо стоящий другой прицельный шаг на среднем узи везет белорусу только то что там все сама наигрывается такое ощущение что на заре 90-х годов были такие японские музыкальные инструменты назывались самоиграйки белорусы успешно используют эту технологию в бильярде нет нет просто и в тени сейчас похож пока такую самоиграйку ни одна из партий они была вот выполнена так даже те две ския которые он дал что мой коллега бы сказал снокер играет нет для снокера тут далеко все бьется таким плотным ударом какие-то очевидные выходы делаются конечно чуть более сложные верни то чтобы сложная чуть более такие замысловатую да там и слова смысле до смысле на шаг вперед вот это спасибо антон поправил меня чуть более замысловатой мы уже не делаем предпочитаем тут же пробить выбрал парочку посложнее под острым углом и соответственно дал ход сопернику александр банный должен насыпать конечно такая позиция что насыпать может любой но если вы не понимаете дорогие зрители почему так долго готовится к очевидным ударам сейчас александр банный дело в том что он естественно проигрывает в голове серию причем не удалось три шара молодец если можно было восемь по щелку по щелку с удовольствием причем может быть не столько даже за результат хотя и за него да в том числе сколько готовился саша зато как он собрался и не горел бывает что спортсменой слишком долго выцеливают шар и перегорают и ведь по выходу играл да не будем забывать удачное создание когда случился и у россиянина если удача справедливо то пока что слишком малую толику того что получил евгений курта получился сейчас александр банный ну нет тут я чуть-чуть наверно не стал категорично утверждать еще подождите матч идет в основном разгаре во вторых ничё там такого прям уж слишком запредельного по автовыходом уже не было ну пару-тройку раз за две партийские это нормальный процент молодец смотрите как поднимает от длинного ну браво очень хорошо браво у нас бильярдный в москве в трикстере и которым играет александр банного то есть похоже на колодный киев из трикстера то есть получается что он колодником чешет пока что не чешет поправлю тебя паша с одной стороны с другой стороны у евгения курты тоже девочек довольно таки простой ну ладно не чешет так почесывает пока доказывается что ни в кие дела да не только в нем это правда так слева руки нам пытаются что-то показать чужую вугу да великолепно благодаря но вот тут видите сама наводящегося выхода не случилось хотя тут расширял отскок битка левым винтом но но вот бывает и так немногое что на ней стояло все прилипло к борту или все-таки своя кисть есть своя просто не простой мне кажется в любом случае не простая на попадать четко в резку не попадает и это первая партия в данном матче которая не завершилась у нас киа даже удивительно но русской что 6 тоже неплохой результат закусывал закусывал губы сейчас евгений курта так высмотрел этого сваячка вот отсюда с борта хочется и колется нет твоя часть не нужен абсолютно евгению но вопреки логике он такие выиграет не ну так можно конечно а вот так нет ничего не будет будет по множеству будет не будет ничего не будет но вот так играть можно но посмотрите с каким-то трудом он туда влез так пищал но лес статистика достаточно сухая барышня она запомнит только то что в лес как он пищал нет места препарировать удар винта хорошего сбор туда не получилось да вот я он так а бы как хорошо что упал а ведь мог остаться то есть так вроде победителя не судят но только что эти грань между победителем и проигравшим на наших глазах мы реально могли убедиться насколько от танка вот достаем там шар и все сама нивелировалась у нас это грань вообще просто 66 на шерсть на столе шерстью хладнокровно рассчитал и смотрел да конечно не словил шар губку не остался на игре в середину сейчас у евгения уже задача чуть-чуть посложнее но он очень быстро решил ее похоже тут вопрос действий но кстати нет шикарно прям мягонько на борт может в миллиметре от резины борта ну такое которое понять даже вот сидя в двух метрах от того очень тяжело молодец саша посмотрите как ставит бог не не понимаем зато прочувствовали спортсмены абсолютно точно в размер играется конечно важнее им сейчас евгений хорошим позиционным ударом отвечает смотрите спаривает ну в хорошем смысле этого слова спаривает четыре шара на две группы как песня поется как утки все парами как с волной волна так и тут шарики парами вот сейчас любопытно будет давно я не видел фантазию надо проявлять нет безфантазийно на срединка я прошу прощения но это был не очень хороший удар надо было ударить конечно чуточку послабее там тяжело было ударить послабее удар наносился сверху вниз я все прекрасно видел да понимаю но надо было там кто не обещал что будет легко на чемпионате европы грани настолько тонко что можно даже два борта не сделать если чуточку послабее решишь ударь смотрит на чужого ну а здесь только чужой своих играть не будет здесь еще вот прижимаешь нет такой ситуации отыгрывать жизнь конечно не тот человек да и никто наверно даже из любителей не стал бы отыгрываться в такой ситуации кроме девушек профессионалок бывали случаи не ну конечно совсем клинические какие-то истории вспоминать не хочется но не случится такое было вот сейчас уже не непростая позиция вы понимаете да что тот шар тот шар нельзя оставлять на дальней половине а любое касание этой парочки приводит в движение оба шара ну оба то ладно один приведет его нужно переводить на другую половину или делать два борта либо доводить до что затруднительную так они стоят два борта на одной половине не сделаешь а туда это подарок александровым просто просто забьют чужой или свой поэтому надо убирать тот шар ну как убирать и тем шаром тоже нельзя играть потому что приводится в движение оба слившихся прицельных и тоже как что встанет непонятно то есть по сути этим забитым шаром поставил сам себя запряг то есть тут надо закрыть глаза и атаковать что же не делает закрывая глаза и атакует теперь все внимание ну что он ставит на точке да ну извиняется молодец беларусь нам снимает руку прекрасно понимаешь что здесь его могу и не повезти но в данном случае повезло хорошо и 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 ну что здесь надо подумать александра часто занимается неплохо было бы сделать такой удар чтобы два этих шара которые состоят в поле слепить между собой на противоположной половине стола того который стоит на коротком борту поди сделай такой удар не знаю насколько рискованный парень александр баны ну здесь нет смысла атаковать ему вообще никакого они же смысле рискнет ли он так сложно не делать выход я тоже мы рассмотрим идеальные варианты небольшую тайну скорее всего александр баны даже не знает такого удара которым можно было бы слепить эти шара на другую то есть поставить ситуацию ровно точно такую же который назад прибывал евгений курдан из которой и он не без помощи фортуны выбрался вот еще раз такую ситуацию предложить а там сколько он раз на сколько раз может везти до принципе саша неплохо отыгрался единственное что вот верхней камеры видно что до играется своих но это непростой шар поэтому на такие такие нужно отдавать соперник в решающий момент проверять ухо женя браво что же если если кладет такие шары да под железо да причем не сильным ударом аккуратно нет там удар не сильный просто нужно все воедино свести видите он скажем так он из разряда средней сложности но разряд средней сложности в решающие моменты ключевых партий повышается до средней сложности становится неожиданно сложным а если он был сложным постараюсь и так далее и только когда это становится переход в разряд космоса когда подходит поломать литра на виски просто забивает но у нас же не поломать интер на виски перерыв между тем александр банны берет его прекрасно понимаю тяжелую это партия боролся да и мог выигрывать мог выигрывать по праву а Ну, пока у нас небольшая пауза, давайте вернемся к нашему турниру в целом. Райков, Тузов, наконец-то, сколько же они тренировались, закончили тренировку и начинают первую партию. Ярослав Тарновецкий, Сеймур, Мамедов 1-0 по-прежнему, у Ярослава 7 на полочке, у Мамедова 6, 3 шара на столе, как вы понимаете. Далее. Халафов, Корягин, увы, не знаю, как там играет, просто перпендикулярно таблу-счета я сейчас сижу. Пройдусь, если вам интересно, напишите, посмотрю. Сейхунагаев, Андрей Фрейзе по-прежнему, 4-3. Все еще никак не завершат они эту партию. Андрей стоит просто, как скала, вырубленный из камня, не шелохнется, смотрит за действиями своего соперника. На полочках у них, по-моему, 5-4 в пользу Агаева. Сейхунагаев, Андрей Фрейзе по-прежнему, 5-4 в пользу Агаева. Сейхунагаев, Андрей Фрейзе по-прежнему, 5-4 в пользу Агаева. Сейхунагаев, Андрей Фрейзе по-прежнему, 5-4 в пользу Агаев. 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 Чем ближе к вечеру у нас, тем более расслабленный народ. Звучат мелодии мобильных телефонов, как Павел заметил. Здесь звонят в Волгограде. Для жителей всех других городов поясню, да, здесь звонят. Может быть, интересуются, как проходят матчи во дворце спорта в Волгограде. Ну, также прошу отнестись с известной долей юмора к этим словам. Звонят, звонят. Это не только Волгограды и не столько Волгограда относятся, как просто определенной породы типа людей. Александр Банный вот-вот вернется у нас в игровую зону. Прошелся через весь зал. Игровая зона полностью огорожена, и только с двух сторон можно, соответственно, попасть на ТВ-стул. Вот надо пройти через весь зал еще посмотреть, как бы не помешать никому из игроков за соседними столами. Поскольку все столы у нас заняты, играются одновременно 8 матчей, 16 игроков. Евгений Курта разбивает. Первый раз он был точен, второй раз не очень. Выдохнул, стал в стойку. Примерно из той же точки, как и Александр Банный, выполняет разбой. Может быть, чуть-чуть правее с его точки зрения. Не точен. Сразу же есть свояк. В перерыве, кстати, я выяснил правило, то, сколько тренировал Курта Кабриеляна, и тренировал ли вообще. Ответ положительный, тренировал, но я предположил, что это было около полугода, их сотрудничество на самом деле существенно меньше в районе месяца. Но факт остается фактом. Да. Глобализация в действии, в бильярде. Я просто хорошо помню этот момент. А по поводу палки, ну, то есть Ки, которым играет Евгений Курта, Каюков 200 долларов. На вопрос, где его боевой, настоящий Ки, ответы я так и не получил. Ну, боевой, настоящий у него так же, обычно Каюкова, но у него не Альки. 250 долларов. Это еще чуть подороже. Но почему им играл так же еще и Олег Вечес? Потому что в Речице просто, как обычно, опять отлетела наклейка. Да, это такая наклеечная карма. Я вообще предлагаю мастерам киевных дел, кто нас сейчас слышит, сконструировать уже для Олега Речице Ки без наклейки. Ну, чтобы просто нечему было... Или Ки состоящий из одной наклейки. Да, спрессовать наклейку до твердости Ки. Пускай играет. Давненько не видели мы партийский Я. Да, давненько целую одну. Но зато какой длительности это была партия. Там был драматизм. Да, драматизм, ошибки, интересные отыгрыши. К сторонам стола приглашается Юрий Починский, Россия, Егор Жуковский, Украина. Б52 спрашивает, почему у вас на сайте указывается максимальное количество партий на дуплитее количества побед? Можно по-разному ответить на данный вопрос, если вас устроит, допустим, такой вариант. Я больше люблю снукера, Сергей Гилевич в полу. В снукере именно такая... Вот такой подход, как у нас, а в поле, как у них. Нет же, в фильме о чем говорят мужчины же был прекрасный изобретен ответ на вопрос, почему. Потому что... лаконичный и все объясняет. Главное, что наш зритель под ником B52 прекрасно понимает, о чем идет речь. Что там количество побед, а там количество партий максимально сыгранных. Вопросы о разброде и шатании в наших рядах, очевидно. Мне, честно говоря, так привычнее. И последний уже год с небольшим, сколько мы ведем трансляции на сайте Бильярдонлайн, только такая практика всегда и существовала, поверьте. Все турниры, что мы сняли, а их было немало. В России, в Украине, Молдавии, Беларуси. Беларуси. Вот, Паш, на твой ответ, потому что написали, мол, шутка юмора, понятно. Ну, наверное, немногие, кстати, знают, что Павел Черемисин у нас даже засветился однажды в компании вот этих людей из фильма, о чем говорят мужчины. Только, наверное, если можно назвать в первой части, День радио. Был такой спектакль. Поэтому шутки юмора у нас будут. Я почти 10 лет отыграл этот спектакль в свое время. Репертуар «Квартета еда» знаю наизусть практически, поэтому на них и сослался. Шутка юмора не моя. Ну, хорошо, с шутками, с юмором все понятно. 3-2 в пятой партии у нас. Впереди пока российский бильярдист. Ну, на серии Евгений Куртут два шара забил. И сейчас, видите, как встал. Правляется, но... Но ничего не выходит. Перебиваю ось. Перебиваю ось. Запущен только что был самый последний матч в нижней сетке Евгений Дементий и Евгений Никитенко. И соответственно у нас остались лишь матчи Талов-Осьминин, Родионов-Безуглов, Дрангой-Талдыкин. Ну вот если сейчас ребята очень быстро закончат, то еще один матч мы успеем показать. В принципе боюсь, что нет. Пока Александра Банна имели наклейку, наверное расскажем о том, кто у нас вышел по верхней сетке. Это Моисенко-Крыжановский, есть пара, Левада-Халафов также в паре, Чепиков-Петушков будут играть. Ну и также вышли Евгений Салтовский и Александр Поломарь. Они играют не в паре, они ожидают своих соперников. Соперники пока что определяются. Идут у нас матчи между Назаренко и Варданяном, Банном и Куртой вот мы наблюдаем. Александр Банн и вперед врывается. Мамедов-Тарновецкий, Райков-Тузов, Пощинский-Жуковский. Пары, которые ожидают, я назвал в самом начале. Надеюсь, вы не запутались в фамилиях. А если запутались, бильярд-онлайн.ком В самой верхней новости жмете подробнее, попадаете на страницу турнира. И там страниц много. Участники, результаты, сетка. И участницы, и их результаты, и их сетка. Промах. Подпрыгивает прицельный шар после сударения с губками. На Вольное Хлебо отправляется. На Волгоградский Чернозем. Либо на Симоневский. Зеленосук-Новск. Да, Антон сейчас загнул. Я отмечу, что... Да, вот аналогия с Черноземом мне понравилась. Мне понравилось ни мнение Александра Банн, но то, что... Ну, да, промах был, безусловно. Но только... Прямо так-то в дырочку прикатывалась. Наверное, не надо было. Сейчас. Разряд невезения. Играет ли на турнирах сагандыков, спрашиваете вы? Ну, в данном конкретном случае нет. Ну, в принципе, да. Я знаю, что он вроде как... Ну, слышал у меня официальная информация, по слухам. Каннебекс и гандыков в турнирах... Ну, только в турнирах где-то снос составлял 500 тысяч условных людей. И в другую игру. Ну, чтобы прямо так вот вернулся в бильярд, про это тоже не слышал ничего. И главное спросить меня, у кого это чемпионат Европы и Казахстан здесь, кстати, почему-то не участвует. Хотя в футболе в том же Казахстан давно уже перешел в Челезненство УЕФА. Ну, где-то перешел, где-то не перешел. Пока еще не полностью ассимилировался с Европой и Казахстан. Хороший шар складывает. Продолжение следует... 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 победителя но уже x чемпионы об этом можно смело говорить андрея фрейзе это все-таки сенсация да в первый же день вновь сильные разбой вновь неточной на посоль как катится шерф ну и думаю что катятся как будто специально для белоруса ну вот давайте принимаем ставки на то закончится ли для начала это партийские от евгения курты если закончится то через какое количество времени антон через пять минут пять минут я ставлю на три с половиной сейчас 1825 на моих часах а я запустил секундомер я не верю вашему секундомеру хорошие швейцарские часы как бы отвлечь женя ведь если больше пяти минут пройдет значит я выиграл но торопить ты его вряд ли по перед этой партии решение кстати выпивая самую воду случайно половина бутылки валил на себя если хочешь его чуть-чуть под задержать жилье 2 на бутылке на него и наверняка как задержится не все так очевидно казалось можно было скатывать но сыграл насилия определяющие для дальнейшей судьбы ты партии удар хорош хорош ну когда хорош тогда безусловно хорош вопрос даже не в том на самом деле сейчас три минуты или пять минут если сыграют партийские а то мы посмотрим еще один матч и он будет очень интересным павел черемисин пошел вокруг стола чтобы посмотреть где же остановился шар после удара беточек пошли специально посмотрел ставить шар шар стоит не на борту буквально поднят на миллиметра 2 от короткого бурта вот сейчас ведь евгений примеряется но это нет удобно расположенного битка может быть имеет смысл не рисковать вот эту парочку скатить в среднюю попытаться потому что по-моему и свои к там нет и обриколе нет нету и даже обриколе нет так далеко руку держит но молодец ну я же вдруг но когда он производил этот удар если молодец за волоках вопросов нет 5 шаров ну и встретил на наиболее очевидно сейчас конечно технически очень сложный удар нанес причем он был как бы осложнен диспозиции рука стояла неудобно далеко нужно было такой на таком размахе на такой стиле удара сохранить прямолинейность хода этого самого кия ну то есть все сделал максимально хорошо максимально точно при в принципе это непростой ситуации вот на таких ударах главное не главное не не спасовать на таких ударов но евгений молодец но идет на рекорд вы знаете да уже минуты и 30 секунд 6 шаров если еще за минуту оставшись он забьет 2 то я выиграл но тут похоже нечего забивать и принципе уже понятно что я проиграл три минуты уже прошло давно осталось понять будет ли партия мы оба проиграли партийских нибудь главное чтобы не проиграл женя что-то еще стал беспокоиться за белорусом понимаю понимаю тебя но не вижу я за счет чего вообще в этом матче может проиграть евгений куртах расстроился по поводу неудачной серии выходов эффекта накопления ошибок или конец там не ваш говорил нет сейчас александр будет бросаться это очевидно совершенно и уже не нужно найти всего-навсего два шара страшно нет ни саша было нужно два шара это не страшно тем более шикарно что упал второй да если бы застрела было бы намного хуже для белоруса много бы не было хуже на шарик 2 немного шаров там стоит на этой половине но для интриги для обретения уверенности александр банном удар был нужен а если поднимется и поднимается очень прилично поднимается как раз стоит много надо быть сверху посмотреть шикарно стоит подбоя не будет можно аккуратно постарается скрутить этого сваячка отыгрывается насколько же у нас искажается представление вот этой точке с которой мы сидим вообще с вынужден был передали дистанцию метров в 10 чтобы под правильным углом оценить тот свояк который сверху вроде как будто ведущей камеры вроде как тоже был так вот не было там этого совета не даром евгений вы не играл ну и не даром спортсмены проходят по нескольку раз бывает вокруг стола чтобы адекватно оценить позицию узнать за каким играет на пару бильярдных порой обойдут и так и не найдут соперника кстати шутки шутками один из самых распространенных вопросов наверно вопрос номер один когда я играю все по очереди спортсмены подходят к судейской коллеги и спрашивают когда я играю с кем играю и за каким столом вот такие любознательные эти люди бильярдисты ну что вот во многом определяющий удар для исхода этого матча поскольку на спиртах последний ну и под чужого встает под чужого встает встает да не очень будет награть что больше ничего играть с руки пошел посмотрю можно же аккуратно исполнить можно нет тонко хотите аккуратно исполняет был прав паша но исполняет совершенно на другой вариант но не торопится удивительно почему не ведет себя но это постановка на 2 на 2 длинных борта очень хорошо в размер александр играет тем самым чуть-чуть затрудняет он если не видно шара тут евгений заметался тоже будет тонко отключать щипывать вот тут главное не проиграть свои к ну своя ком проиграл точнее скажем так проиграть свои к можно нужно предложить своему оппоненту броситься на какой-то 50 процентный шорт понятно что они могут любить любого но тем не менее не предлагать игру тоже нельзя сейчас есть хорошее предложение александра но он стоит терпит молодец прекрасно понимаешь что ему осталось ошибиться не более одного раза он терпит это качество предыдущие зрелым игрокам александра александра а 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 все в очень точно попал очень тонким касанием так звездил шар в американку просто требования к утану уж они ювелирные из пикарат внешних для игры одним шаром в игре одним широком там другие прелести безусловно но здесь просто ты должен быть практически ювелиром своего дела вот на сантиметр выше есть возможность играть свои к эти угадай размер на сантиметр с точностью до сантиметра если речь идет об ударе там длиной в три метра 3 2 3 метра иди да еще нет ни от одного борта учиться ударение применить грамотный винтик затягивается эта партия и соответственно мощного тем не менее продолжают держать для нас очень интересную пару талов осьменин нет завершится матч сейчас уже и талову осьменину придется совершенно недолго ждать евгений уже спускается с трибун понимая что до его очередь теперь выступать на тв столе ну что забьет рискнул рискнул евгений курта положил сложный шар сложного до положил чуть не поколол шары ну что нас к что исход этого противостояния был если после первых десяти минут не на экваторе наказалось бы на экваторе встречи которая должна по уровню мастерства суперника завершаться это крайне контры когда вот две партии подряд отдал александр первую в борьбе на второй день и опять бешенство кладки все снес до свидания поэтому давайте безусловно победил заслуженно тем более что потрофил чуть-чуть нашим зрителям хотя бы тем фактом что сейчас еще еще одну встречу не увидит на тв столе именно за это спасибо евгению куртия мы ненадолго прерываемся обойдется наша трансляция обновить страничку там нажмите live новые процедуры уже знаете скоро продолжим